ЗВОНОК В ДВЕРЬ Станет, похоже, общенациональным событием в нашей новейшей истории, в новейшей истории русской культуры. Одной случайной фразы достаточно, мой друг, Одной небрежной темы и двух удачных нот. Ты сам доволен сегодня? Я очень доволен. Даже не собой, потому что один человек такое поднять не может. Я доволен тем трудом, который был потрачен всеми участниками этой записи, подчеркиваю, записи. Поют? Три я пою, и четвертую я пою тоже. Четыре партии? Четыре партии. Ты поешь мастера? Я пою мастера Ешева и Воланда, и вынужден был спеть Кота, потому что никто не смог сделать то, что я хочу. Кто еще поет? Лена Минина замечательно поет Маргариту. Потрясающе, Коля Фоменко поет, Коровьева. У него что, голос есть? У него есть очень хороший голос и тембр, и актерское мастерство высочайшее. Здорово поют Миша Серышев и Андрей Лифлер. Они поют, соответственно, Ивана Бездомного и Пилата. Макаревич. Все остальные, и в том числе Андрюша Макаревич, поют, скажем так, характерные роты. Градский пишет оперу мастера Маргарита более 30 лет. Записывает музыку более двух лет. Вышел из дворцовых пола. Исполнителей более 50 человек. От уникального Владимира Зельдина до сегодняшних мастеров. Понятно, что никто никогда эту оперу на цене не поставит. Очень дорого. Она не рыночная, это опера совсем. Такая запись, несколько миллионов долларов стоит, конечно. Такой труд. Деньги, естественно, Саша платит свои, я предполагаю, чьи же еще. Не для себя делает, для страны. Даже фильм, не думаю, что удастся снять, потому что очень все это сложно. Ну, а ту глупость, которую показали многосерийные мастеры Маргареты в телеверсии, деньги-то нашлись. Ну, кстати сказать, тут, поскольку еще оркестр, да, и все поют, правда, очень дорого, но не рыночный этот продукт. Совсем продукт не рыночный. Имя мое, мое мне известно. Твое ешь по прозвищу Ганноцарин. Кто ты по крови? Я не помню родителей. Где ты живешь? Делай жизнь. Делай жизнь. Такой пример просто служения искусству. Служения Булгакова, если угодно. Городские из тех немногих людей, которые могут сказать, что они в работе делают то, что считают нужным. Я в том, что я видел и слышал в его исполнении, я не помню ничего фальшивого. Это особый человек и особое явление. К сожалению, вообще таких должно быть много по-хорошему. Это ярчайшая индивидуальность, вокалист, умница. А что касается произведения Булгакова «Мастер Маргарита», музыкальное раскрытие, это произведение, его содержание, я думаю, будет не так просто. Но то, что я слышал, для меня это было очень приятным сюрпризом. Музыка его органично связана с этим произведением. И он умница, он понимает, что он поет. И зритель его горячо воспринимает. И во сне нам нет покоя, на чужды не вылечи. Даже солнце здесь другое, и у те трепещи. Для такого человека сегодня нету, к сожалению, поля приложения, потому что его зрители, мы говорим про массу, да, 20 лет назад эти люди еще были, они существовали в нашей стране. А на сегодняшний день их практически не осталось, потому что для того, чтобы воспринимать такое культурологическое явление, как городский, конечно, нужно иметь большой образовательный ценз. Умение быть зрителем и слушателем, понимаете, какового сегодня, в принципе, нет. А вы собой довольны, я от себя устал, так не пишите больше. Уникальность явления в том, что это опера, она настолько влияет, даже, мне кажется, на человека, который далек от музыки вообще, или потребитель музыки сегодняшней. Но даже эти люди, которые не способны что-либо воспринимать, кроме пиф-паф и прямолинейного сюжета, будут во время прослушивания подвергнуты такой энергетике, страстной, эмоциональной, тонкой, да, что то, чего они не знают и не поймут с точки зрения своего малого обращения к книгам, что в таком произведении, несомненно, необходимо было бы, но даже не имея их, слушатель подвергнется такой эмоциональной атаке, повторюсь, что она останется в нем надолго. А это уже свидетельствует о том, что это несомненное произведение искусства, что в наше время, конечно, очень большая редкость. Когда 56 исполнителей, минимум, не считая хора и оркестра, на сцене это поставить нереально, ну, такое дело жизни для себя не богу не дописать, потому что оно распирает меня. 36 лет писать в стул. Это рыночная экономика. Наоборот, все хотят сериалы, сериалы заработать, списать, украсть. Вы знаете, это все-таки еще человек, принадлежащий к тому поколению, для которого дело жизни, оно важнее, чем все, что угодно. Предположим, вы его тоже знали, Сергей Сергеевич Альинцев. Что его толкало изучать энное количество языков? Заниматься переводом Ветхого Завета? Это совсем не рыночное дело. Когда я его позвал в ГИТИС читать лекции, надо было заполнить анкету. Владеет ли вы иностранными языками? Он пишет там немецкий, французский, английский, древнегреческий, латынь, древнееврейский. И он очень добросовестно, человек смотрит на меня и с ужасом. Не вмещается Борис Николаевич. Сколько он знает языков? Да. Что двигалось, скажем, покойным Топоровым или нынешним гениальным лимитизмом? Борис Николаевич, ну вот вы мне объясните, пожалуйста. Деньги, спасая Аверинцеву жизнь, на первую операцию дал Геннадий Бурбулес. Мы тогда, помню, легко дозванивались до госсекретаря. Мы, кто понимал эту проблему, и Бурбулеса мне убеждать не пришлось. Лично он сразу выделил 30 тысяч долларов. Но вот на вторую операцию, чтобы продлить жизнь гению, русскому гению, Сергею Аверинцеву, давал уже деньги Тетчер. В России 15 тысяч уже не нашлось. Это был уже 96-й год. Ну, очень жестко прошлись 90-е годы. Ну, как Тетчер-то знал, а наши, чтобы Бурбулес ушел. Хотя, может, тоже узнал только в телефонном разговоре. Но Тетчер знала. Ну, на другое деньги тогда искались. Не для Аверинцевых. Хотя бы остатки того, что когда-то называлось интеллигенцией, поставим это слово, кто-то скажет, это духовная аристократия, это может быть в кинематографе, в музыке. Их осталось, может быть, там 5-10 человек. И кто-то уже понимает, что их надо беречь. Ну, как какую-то... Подождите, пожалуйста. Лорд Эндрю Авер, который был болен сюжетом мастера, просто болен, хотел писать оперу. После неудачного, по-моему, своего последнего произведения «Женщина в белом». Узнав, что Градский уже несколько лет работает над мастером, Уайбер прислал ему письмо, что он не будет писать оперу на этот сюжет. Он узнал, что я делаю много лет. Вот о чем речь. Я думаю, что в этом было все дело. Потрясающе себя повел, на самом деле. Потому что Мопе тоже несколько лет замысел вынашивал. Но он отказался. Нет, я не буду говорить о том, что Розенбаум блестяще поет доктора Стравицкого, поскольку Саша Розенбаум бывший доктор. Арканов писатель, он поет-редактора. Людмила Анна Касатова. Голубкина. Юлия Рудберг, Алексей Васильевич Петренко. Так не бывает. Хазанов, Ермольник. И Хазанов поет? И Хазанов кое-что поет. Что, Головьи? Да. У меня даже на углу переулка, где я живу, стоит милиционер. Постоянно, мы с ним знакомы. И я его попросил в опере сказать, дежурный слушает. И так, как сказал настоящий офицер, ни один актер никогда не смог бы сделать. Даже дошло до того, что из фильмов с участием миллиара, гениального нашего артиста, я вытащил несколько слогов, из которых составил слово «правда», которое по тексту Булгакова должен был старичок в Тарксиде сказать. То есть ты по буквам из записей? По буквам из разных сказок. В одном месте он говорил «да», в другом месте «правильно». И я вот это все сомнил. Правда получилась? Правда получилась. А на инструментах соло играли Игорь Бутман, лучший наш музыкант. Андрей Гончаров на трубе. И даже, извини, Джован Гаспарян, гениальный человек, играет несколько соло на дудуке. И причем все работали из товарищеских соображений, скажем так. Все. Артисты и артисты-инструменталисты, вокалисты. Горд Эндрю Уэбер там в Лондоне делал бы оперу для специально построенного театра, как это было с фантомами или скетцами. Из этого там в Англии такие бы деньги извлекли. Конечно. У нас даже мысли ни у кого не возникнет. Вот голову даю на отсечение. У них есть деньги, у англичан, и на Веринсона. У них находятся и на Уэбер. У них найдут свиномастер. Правда, если это, конечно, уэбер. Если городский мастер театра не построит, скажет, ну кто знает городского в Лондоне. Они все как-то впереди, а мы сзади. И по Аверинцу, у разных тем, оказалось бы, здесь. Но у них на все находится здравый смысл. Потому что в течение 90-х годов государство отпустило по воде делать ребята, что хотите, только не бунтуйте. Ставьте любую муть. А олигархи еще не научились. 90-е годы, ну интереснее. Не научились, точно. Ты, между прочим, кидаешь камень, в том числе и в наш с тобой огород, потому что наш цех журналистский вообще-то тоже отвечает за это. Угадать, раскрыть и найти того человека. Но на чушке деньги находятся. Вы на Байконуре служили, Борис Петрович. Да, было дело. Фильм Германа Бладшего, обласканный многими премиями, в том числе и Бибропе, и Бумажные солдаты. Самое гнусное, по-моему, самое гнусное за последние годы издевается не только над Гагарином или Титовым, над всем отрядом космонавтов. Мы показали в моменте истины, сколько-то месяц назад, фрагменты из этой картины. Мне сны по ночам снятся страшно каждую ночь. Даже не после них, но я готов... Будущий космонавт Валентин верит в Бога, постоянно молится, но очень хочет стать маршалом. Я хотел поговорить с Данилом Михайловичем, извиниться за слабость. Я знаю, нас называют лайками, знаю, что может произойти, как произошло с собаками. Мне сны по ночам снятся страшные. Я когда маршалом стану, то отдыхать буду. Валентин, ты уверен, что станешь? Да. По ночам будущего космонавта Валентина мучают кошмары. Как так? Лево погиб. Не разбился ничего. Он спасается водкой, как это и водится на Руси в компании врача Космодрова. Нам нельзя отступать. Без всяких там лишних вопросов, без всяких сомнений. Надо идти вперед. Диалоги чудесные, Хава. И в итоге Валентин сгорит в барокамере. Да как бы намек на то, что реально произошло при подготовке к полету с летчиком Бондаренко. А это космодром Бальконур. Грязь непролазная. И верблюда. А с Казахстана, значит, вот верблюда обязательно. Это доктор на космодроме Напилс, который готовит космонавтов к полету. Диалоги космонавтов Юрика и Гера. Юрика и Гера. Слушайте, давайте когда закончим, пойдем в ресторан. Я их не люблю, пациентов боюсь, но если вернусь, надо будет привыкать. Дальняя дорога, это понятно, в космос. Переди меня дальняя дорога. А привыкать надо к ресторанам. То есть к будущим приемам, ну и так далее. Опять-таки образ космодрома грязь непролазная. Бараки. Видимо, в этих бараках ракету собирали перед стартом. Или она прилетела готовая из Москвы, из КБ. Сюда, на Байконур. Юрий Кушев в скафандре. Последние минуты перед стартом учит речь. Не остановлюсь на достигнутом и буду. И дальше продолжать трудиться. Трудиться, чтобы воплощать в жизнь великие мечты вождей пролетариата. До старта совсем немного. Тема ревности. Космонавты немножко ссорятся. Не расстраивайся, брат. В следующий раз полетишь. Еще неизвестно, что со мной случится. Что-то ты глуховат стал, братец. Давай, шути. Ну? Шутилка сломалась. Прокатимся? Ага, спасибо. Спасибо. Давай. Давай, давай, давай. Поехали. Вперед. Давай. Вперед. Ой, зараза. Последний момент, перестар. Фильм «Бумажный солдат». Алексея Германа-младшего. Кстати, меня, в общем, смешило. По образу Байконура. Сарай, грязь, берблюд стоит. В этих сараях ракету собирали. Ну, это Казахстан, это степь. Землю ни зимой, ни летом кайлом не возьмешь. Там грязи вот этой. Просто физически быть не может. Но на это всегда найдется... Я так вижу. А я так вижу. Это замечательно. А так видеть нельзя, потому что это вранье. Мне кажется, что выросло поколение режиссеров. Я думаю, что здесь это абсолютно искренне. Как? Два космонавта, Юрик и Гера, спорят, кто полетит первый. И на эту гадость, эта гадость, это придумано. Я спрашивал у Чертака и у легендарного Махтанг-Метча-Вачнадзе. Живы два последних великих старика, которые делали российский космос. Сергей Павлович имел разговор с Гагариным перед стартом. Сергей Павлович сказал Гагарину, 50 на 50 вернуться можешь. Можешь остаться на орбите навсегда, 50 на 50. У Левитана Юрия Борисовича, он мне рассказывал, было два пакета. Пакет номер один и пакет номер два. И за пять минут до эфира вскрыть пакет номер один. Живо вернулся. Уж пакет номер два был на случай гибели. И вот современники сказали спасибо. Наш сегодняшний день. Это ведь не первый фильм о Гагарине. Еще раньше была битва за космос. Русско-американское производство. Тогда у придурка тоже выдавали за Гагарину. Дорогие друзья, сограждане. Родители работали в колхозе, отец плотник из народа. Первым проложить дорогу в космос. Может ли человек мечтать о большем? До новой встречи! Отличное. Эй! Я гражданин Советского Союза. Мы уже привыкли за последние 15 лет. У них свой взгляд на Вилович. А у них свой взгляд на Гагарина, на Королева, на Курчатова. Но это не только над Гагариным. Это гораздо глубже и серьезнее. Именно издевательства. Больше. Это гораздо больше. Я уже рассматриваю полную деградацию вообще того, что мы называем искусство в нашей стране. Владимир Александрович, ведь космонавты в частности не отвечают. И космонавты в частности... Нет ни письма общего. Вот я не понимаю. Вот действительно, на экраны страны это ведь не первая работа. Вот эта вот следующая волна, это вообще маразм. Но я бы хотел пожелать тогда посмотреть его родителей в этом же исполнении. Историю своей семьи и своих дедов и прадедов. Да нет, и дед Германа, как он пишется, Герман Латши, дед замечательный писатель военный. Отец великий кинорежиссер. Мой друг Иван Лапшин. Грандиозная работа. Ну, то, что мы сейчас видим. Ну, я думаю, что это больной человек все делал. У меня другого ощущения нет. Знаете, у нас есть в затронной довольно больную тему, потому что у нас есть, скажем, 5-6 режиссеров неприкасаемых. И есть 3-4 критика, славу поют, делают информационную поддержку. Монополия на одну точку зрения. Выросло поколение 40-летних режиссеров, способных, как Достоевский говорил, у мерзавца был талантик. Вот талантик, способности кое-какие есть. Мало культуры, мало знания предыдущей традиции, потому что Мерхольд действительно новатор. Он блестяще знал всю европейскую традицию, восточную традицию. И он, работая в Александринском театре, работая с Юрьевым, вот она традиция театра прославленных мусульманов. И делал мускарад. И Тима играла баронессу гениально совершенно. Да, да. И с гениальными декорациями головина и так далее. Честно говоря, Борис Николаевич, мы сильно сомневались показывать это все на экране или нет. Дальше, если можно, весь спектакль такой. Просто будем фотографии показывать. Неприлично, да? Сколько можно рисовать? Пусть будут только фотографии, поймите нас правильно. Государственное унитарное предприятие. Центр имени Мерхольда в Москве. Государственное предприятие. Фестиваль. Новый европейский театр, который несколько лет назад был организован двумя критиками. Романом Должанским и Мариной Довыбовым. Спектакль, который вы видите, с позволения сказать спектакль. Настоящая порнография, на самом деле, моя точка зрения. Оргия толерантности. Автор, бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Этот спектакль, как писали наши газеты, обещал быть главным событием фестиваля НЕТ. Новый европейский театр об этом году. Анотация, покажите, пожалуйста, официальная аннотация к этому спектаклю. Думаю, кем из этих критиков написаны. В оргии толерантности Ян Фабр вкапывается, я вот читаю, как написано, в самую глубину мира, погружаясь, словно спелеолог, все глубже в брюхо нашего существования, исследуя все клокотания и ферменты внутри него. С губами на пупке, ожидая эхо, я вот ничего не меняю в тексте, еще раз хочу уточнить, он, то есть режиссер, пытается измерить глубину этой дыры. Оказывается, утроба мира бездонна. У Булгакова в Мольере есть такая фраза, одном из вариантов, актеры любят всякую власть, в том числе власть режиссера, власть зрителя. Понятно, что успех, по крайней мере, какое-то время будет. Почему так активно борются и режиссеры, и театральные критики за свою территорию, за свое помещение? Борис Игорьевич, 26 дней из жизни Достоевского, знаменитая картина «Зархи», когда режиссер «Зархи» заставил Олега Ивановича Борисова, он, а не Солоницын, снимался в роли Федора Михайловича Достоевского, погрозить кулаком на киот, кулаком боку Олега Ивановича. Полфильма снял, содрал бороду, положил ее на стол, сказал, я больше не снимаю. Скандал был жуткий, переснимали. Актер какого масштаба? Личность, не только актер Олег Борисович. А сегодня-то, вот я хочу содрать бороду, потому что я в этой пошлости не участвую. Пошло, то, что пошло, сказал когда-то гениально Мережковский. Вот это, скажем, 35-40-летние режиссеры сейчас, подчувствовав, что такое 40 лет. 40 лет Немирович Данченко уже создал художественный театр. Они это начинают чувствовать и понимают, боже мой, мне 40 лет. С меня за плечами полтора спектакля, которые уже сошли. Критика рассказала, все замечательно, призы на фестивале. А где такой спектакль? А нет его. А сколько его народу видели? Ну, пять спектаклей, там по 700 человек. Три с половиной тысячи. В процентном отношении ничто. Одно время они говорили, мы никогда не пойдем в эти самые театры главным режиссерам. А сейчас дайте нам театр. А сейчас дайте деньги. Уж тогда, ребята, вы работаете под ранних французских художников, живите на парижских мансардах. Я не знаю, что сказать. Сердце кровью огревается. Я посмотрел с грустью, но я тут же вспомнил. Вот я имею честь дружить с дочерью Сергея Павловича Королева, Натальей Сергеевной. Она известный хирург, профессор медицинской академии, лауреат. Но она потратила пять лет, чтобы написать биографию отца. То есть ту энергию, которую она затратила, чтобы достать из всех архивов эти сведения. Она проехала все тюрьмы, где он был. Мы в нашем наследии печатали как раз самые страшные моменты судьбы Королева. И тогда было невозможно читать. Она написала и об отношениях с Гагарином, и об Айкануре. И она там ничего не затушевывает. Но это же совсем другая жизнь, другое дело. Другой уровень. Конфликты были страшные. Действительно страшные. Королев Глушко. Королев Челомей. И все это сказано. Трехтонная ненаучная биография для того режиссера Германа Третьего. Конфликты, которые достойны тоже больших художников. Объясните мне, пожалуйста. У нас союз журналистов есть так называемый суд чести. И любую жеребятину, прошу прощения за это слово, когда-то вы так в огоньке говорили, жеребятину, можно прийти, заявление написать, и обсудить среди коллег. Я спросил у Карена Шахназарова, а что-то подобное у кинематографистов есть? У какая-то своя коллегия, друзей, не судей, друзей, но чтобы обсудить фильм, например. Нет, у нас такого он никогда не был, не слышал. К сожалению, в связи с кинематографистов уже давно не было таких обсуждений, как бы вообще того, что мы делаем. В этом случае я не думаю, что возможно вообще существование какого-то органа, куда можно обратиться, он возьмет, что и закроет, запретит. Ну, в принципе, я могу высказать свою позицию в прессе. Я, например, как режиссер уж скорее, если я не согласен с чьей-то концепцией художественной, я делаю свой фильм, который в той или иной степени будет, естественно, нести мой взгляд на то, как я считаю нужным трактовать ту или иную тему, понимаете? Ну, киношное сообщество – это своя какая-то каста. Они там сейчас борются с какие-то безумные деньги. Я, к сожалению, не могу пока найти ни Должанского, ни Давыда у тех, кто привез оргию толерантности на сцену «Центра Мерхольда». Спектакль видела Алена Охлупина, Народная артистка России, актриса Малого театра. У меня, собственно, один вопрос. А театр или вообще, вот то, что нам показывали на сцене «Центра Мерхольда»? Это к театру не имеет ни малейшего отношения. Мало того, что артисты, которые чудовищно играют и дурно танцуют, это к театру, к театру не имеет ни малейшего отношения. Скажи, пожалуйста, а когда выдают полуфабрикат за продукт? А на этикетке пишут продукты. Деньги берут как за продукт, а это полуфабрикат. Тогда это воровство называется. Нет, смотреть это нельзя абсолютно. Успокойтесь, пациент. Здесь вас вылечит момент. Уйдите как новенький, тихий, здоровенький. Смотреть это нельзя. За театр выдаётся подделка. Билеты дорогие, всё можно. И на полное ощущение, что сильно имитируется всё. Меня, честно говоря, вот с чем-то меня познакомил, конечно, больше тронул Градский. Паразиты, афисты, вот какие тут артисты. У нас и боятся в деле, нету ни черта в отделе. Ой, верни, и юбку черты, заревнует мур до смерти. Не уйду без документа, что я жертва инцидента. У нас так мало позитива. Таких вот выдающихся людей, как он, который сумел это организовать. А вы читаете позитив? Я сейчас неожиданный вопрос вам задам. Позитив? Что он это сделал без... Нет, вот, нет. Муслим Магомаев, Александр Градский, Николай Петров, могу множить имена, это люди, которые по праву таланта, по масштабу таланта были обязаны, как мне кажется, сделать мировую карьеру. Мировую карьеру. В мире театра, мировой театр имею в виду, музыки тем более, даже оперы, мы где-то на задворках. Я спросил у Градского, не жалеет ли он, что не уехал в свое время из Союза? Никогда. У меня были огромное количество предложений. Нью-Йорк в том числе? Это называлась мировая карьера. Но я настолько любил и люблю свою страну, и я считал, что это невозможно. Не жалеешь сейчас? Нет. Или мастер и Маргарита возьмет свою? Знаешь, так долго, нехорошее слово, вылизывалось абсолютно все, что вот я в полном ответе за профессиональную составляющую. О, как я все угадал, несчастный поэт, но вы сами во всем виноваты. А вот оценка талантливая, бездарная. У каждого своя. У каждого своя. Ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы эту работу оценили высоко, это понятно. Но истинная оценка, конечно, только со временем, Андрюш. Вот пройдет там 35-40 лет, я помру, если это кому-то будет интересно. А ты помирать собрался? Все же помрут. И, конечно, я не узнаю о том, каково будет истинное значение этой штуки. В 21 веке? Да. Мне радостно только от сознания того, что вот то, что я хотел впервые за всю мою карьеру. То, что я хотел получить, то я получил. Потому что постоянно были такие вещи. Вот я записываю пластинку или я делаю музыку в кино. Что-то такое происходит, о чем я заранее знаю, что вот тут не удастся. Вот здесь оркестр не сможет так сыграть, как я хочу. Рукопись моя ослепла, стала легкой горсткой пепла. Очень интересная вещь. Очень интересная. Конечно, нужно все сделать, чтобы оно как-то было воплощено. И вот тут играет роль, в общем, государства. Вот посмотрите, меняются министры, как перчатки. Министр культуры. Татьяна Михаиловича Швыдкова было очень приятно видеть среди критиков, которые посетили оргию толерантности. Это странно. Вот я, например, помню наш с тобой друг и, может, наставник, Дмитрий Сергеевич Лихачев с 80 лет. Раз в неделю ездил из Петербурга в Москву и обратно спасать культуру в фонде культуры. И как много сделал. Старик, 80-летний, он начал этим заниматься. А как вы сегодня? Кто высший авторитет? Вот как вам кажется? Нет. Нету? Нет. Вот, к сожалению... А как это может быть? Вот Дмитрий Сергеевич мне говорил, я говорю, как вообще у вас это получается? То возвращение архивов, там какие-то замечательные вещи, которые делали в фоне культуры. Ему помогали очень люди, стоящие высоко. Он говорит, Владимир Петрович, я умею с ними разговаривать. И я, наверное, и ты видел, когда он входил, менялось лицо и у Яковлева, и у Горбачева. И я сам помню, как пяти минут разговора по вертушке было достаточно Лихачеву, чтобы Николай Иванович Рыжков выделил деньги на отцы и дети Тургенева, чуть не 700 тысяч долларов на этот потрясающий оригинал. Мы делали другую картину в Венгрии в ресторане. Дмитрий Сергеевич Лихачев, Числав Всеволодович Иванов, Сергей Сергеевич Аверинцев, 13 человек. Официант принес жаркое, и он не знал, кто из 13 гостей заказал именно это блюдо. Сергей Сергеевич Аверинцев, о нем была сегодня речь, пошутил, подозвал официанта и сказал ему, жаркое, графу. А официант обошел стол и поставил блюда перед Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. А потом, как они были просты, как они были убедительны, это же настоящее. То есть мы возвращаемся к проблеме русской интеллигенции. Вот вы мне объясните, пожалуйста, про русскую интеллигенцию сегодня. Вышел фильм о Мессинге, не обсуждаю сейчас кино. Вышел фильм. Реакция уважаемой газеты, действительно уважаемая газета. Мессинг, шарлатан. Все фокусы были придуманы, об этом Юрий Горный заявляет. Человек, послушайте, человек всю жизнь, всю жизнь, это очень спорно, встречался он с Гитлером или не встречался. И вышел ли он из Атберии? Очень спорно. Действительно, есть вопрос. Он просто не писал фантастическую, он был еще островом, но вот для меня свидетельство, вопрос о моральных авторитетах, Владимира Спивакова. Я вспоминаю, меня взял с собой на концерт Яков Владимирович Флиер. В артистической комнате оказался Мессинг. Разговорились о том, о сем, и вдруг один какой-то артист предложил, послушайте, товарищ Мессинг, вы можете какой-нибудь нам показать опыт из ваших? Он вначале не хотел, потом увидел книжку Ильфа и Петрова. И говорит, вы знаете что, хорошо, я имею пять минут, я сейчас выйду из комнаты, вы откройте страницу какую-нибудь в этой книге, а я постараюсь угадать. И вот все листали эту книгу, прочли вслух тихонько эти несколько строчек. Вошел Мессинг, я видел, что он страшно сосредоточен. У него даже вытянулось лицо. И вдруг он говорит, вы открыли книгу и вы прочли строку. Налево замок Тамары, направо живой человек стоит. Он говорит, как он туда попал и чем живет, тоже неизвестно. И дикий же народ, удивлялись экскурсанты, дети гор. Мы совершенно обмерли просто все. Угадал. Абсолютно точно угадал. Что это за явление? А вы у него спросили сразу, у Мессинг. Его спросили, как же вы это угадали? Он сказал, что я почувствовал, я прочел в ваших мыслях вот эти строки. Ну, я видел доме ученых в Москве, он выступал, он, кстати, по-моему, любил эту площадку. Это производило очень сильное впечатление. Но единственная реакция, я вот об этом. Наши газеты. Сразу обгадить. Не гордиться, что у нас жил Вольф Мессинг, а обгадить, что шарлатан. Первая реакция. Сейчас журналистика наша, конечно, очень потеряла свой уровень. Почему сразу обгадить-то? А вот... А не возгордиться. А вот люди читают отрицательное с большим, они считают интересом. Надо, во всяком случае, если не гордиться, я этого хотя бы разобраться и рассказать. Вся культура ушла в деятельность вот этой пявчей публики, которая пляшет и поет. Другой культуры практически не осталось. Уже нет такой профессии, как писатель. Нету такой профессии. Ну как нет? Да потому что нету. Занятие литературой никак не обеспечивает тебе хлеб насущный. Доход порядочного писателя, а их, естественно, всегда очень мало, гораздо ниже, чем доход, допустим, уборщицы в метро. И на много раз ниже. Значит, нет такой профессии. То есть Чехов Антон Павлович, не будем торопиться, голодал на сегодня. Когда был жив Чехов и продавал сочинение Марксу за 70 тысяч целковых... Вот именно. ...платили писателю, не исходя из тиража. И книги стоили, ну, непредельно дорого. Платили писателю потому, что он глыба. Вот Чехов клыба. Нацией еще умело гордиться своими гениями. Нация умела гордиться. Слава, я прошу сейчас всех посмотреть вот на эти кадры. Дядя Ваня Чехова. Великий, великий вахтанковский театр. Режиссер Туминос, новый главный режиссер Труб. Днем и ночью только домовой душит мне мысль. Жизнь моя потеряна безвозвратно. Это вот ноги Елены Андреевны, супруги профессора Серебрякова. Сейчас дядя Ваня пытается заняться сексом с Еленой Андреевной в роли дяди Вани Сергея Вакарицкого. В этом же доме гибнет другая жизнь. Маш? Дальше. Чего вы жмете? Поймите же. Иван Петрович. Мне учат человека понимать прекрасно. Это вот Соня немножко выпила и перепутала русскую-чеховскую усадьбу со стрипкой. Строй климат! Странный мягкий климат! Меньше тратится силы войны с природой! Прошу прощения на секунду. Слава, Роман Должанский, автор фестиваля на сцене театра Нерхольда. Очень хочу понять, зачем привезли ургию толерантности. Нет, сейчас я не могу. Когда сможете? С 15-го в Москве. Что, в 15-го тогда? Вернемся к этой теме. Хочу все доводить до конца. Я стал сам себе, братья. И вам всем должно быть противно на меня смотреть. Это вот прискакал профессор Серебряков, супруг Елена. Как будто бы всем и виноваты, что ты стал. Я понимаю, ты молода, здорова, красива, жить хочешь? Да, хватит. Отдохи! В конце концов Серебряков устанет. Все это закончится, и он рухнет на ковер. И его увезут. Ну, вроде бы не в сумасшедший дом. Отдохнуть увезут. Марина! Самое интересное, что все это не учебный спектакль, а это академический театр Ильинила Ахтангова, дебют на его сцене нового главного режиссера. Можно? Это доктор Астров. Живет вот в минусу спектакля с помещиком Иваном Ильичем Телегиным и с Соней параллельно. Алкоголик. Самогон пьет на сцене. Прямо из шланга. В вашем доме. Один умник сказал, что композиторская музыка кончилась. Потому что все написано. Все, что можно было написать, все написано. И началась музыка исполнительская. И вот эпоха исполнительской музыки будет длиться. То есть, тактую, как хочу, того же Чехова. Да. Что-то поставить на сцене совсем не нужно драматургии Гоголя. Или драматургии Чехова. Позвольте. Или драматургии Грибоева. Есть спектакли интересные, есть неинтересные, плохие и хорошие. А есть спектакли, как плевок. И мне уже без разницы, какая там слюна эстетически. А что им остается делать? Так я воспринимаю. А что им остается делать? Кому? Актер, это рабская профессия. То есть, отказаться невозможно, ты хочешь сказать? Конечно. Значит, вообще не играть. Вообще не работать в театре. Дядя Ваня живет с Еленой Андреевной. Елена Андреевна живет с Соней. Астров, который припал к огромной бутыле с самогонкой, тоже живет. По-моему, со всеми сразу. Включая Вафлевку, которую таскают, просто как своего любовника, перекинув через плечо. Антон Павлович Чехов, взгляд на Россию. А Чехов ответить не может. Сегодняшнее телевидение, сегодняшнее кино и особенно сегодняшний театр, это должно быть большой болью для тех, кто думает о духовном здоровье нации. Это не высокие слова, это то, что вообще-то определяет дальнейшие дни нашей жизни. Я думаю, что это все-таки пошлятина, только не безвредно. Бывает пошлятина, в общем, сама по себе безвредная такая, ну, от невоспитанности, от глупости, от грубости, да. А это пошлятина от корысти. Когда у людей возникает ощущение, что они не могут привлечь к себе внимание искусством. Когда у людей возникает ощущение, что все, что у них есть в голове, уже сказано, пересказано, а другого у них в голове просто нет, они пытаются тогда сказать гадости, глупости. Это одна сторона. Вторая сторона, конечно, политическая. Желание что угодно приплести, в данном случае, это высокое искусство, это высокая литература, гений Чехова. Ты мне про нас объясни, вот про зрительный зал. Да, не все, конечно, слава богу, не все хлопают в ладоши. Но вот арена Деверона год назад, травиат. Режиссер решил, что после сцены в доме Виолетты, кого-то из гостей Виолетты тошнит. Они выходят на сцену и им плохо становится. Что с итальянцами случилось? Они кричали, они вскакивали, они орали, именно орали, кричали, так нельзя, это Верди. Они защищали своего гения, которого зовут Жузепа Верди. Они не могли по-другому. Кто бы ни пел, хотя Пласиду Домингу в таком спектакле петь не будет никогда. Вот может быть это и есть ключевое, да, что большой мастер в такие игры не будет играть. Почему у нас, наоборот? Не помнить родства, это, конечно, очень плохо. Но делать так, чтобы и другие, те, кто не могут помнить, получили совсем превратные представления, это уже преступление. Конечно, в грамоте переходят в качество. Один фильм, второй фильм, бумажные солдатики, кто они такие. Да, высшее образование было только у Владимира Королева. Да, полет был полностью комьютизирован. Но Беляев Павел Иванович и Леон Ф. Архипович вручную сажали свой корабль. Был самый аварийный полет в истории космонавтики, один из самых. Под Мурманском оказались. Три дня в снегах сидели. Я отойду чуть в сторону и скажу вот тебе о чем. Я был страшно покороблен таким контрастом. С небольшой разницей во времени умерли небезвестный Иваньков Япончик и Павел Романович Попович. Наш летчик-космонавт, человек, с которым не довелось жизни общаться и который, на мой взгляд, очень много сделал для того, чтобы наша страна двинулась вперед в космической теме. Так вот, вся пресса гудела по поводу этого самого Япончика. Попович, как будто бы малозначительный герой, был тихо предан Земле. А ведь это один из первых людей, побывавших в космосе и человек, который всю жизнь служил своей родине.